От ситуации в зоне АТО и выполнения минских соглашений напрямую зависит жизнь и работа людей на Донбассе. Об этом говорили сегодня в Рубежном. Это город неподалеку от линии соприкосновения в Луганской области. Там праздновали столетний юбилей завода Заря. Как повлияли последние события на работу одного из старейших предприятий нашей страны? Подробнее в материале. Столетие гимзавода Заря для прифронтового Рубежного общегородской праздник. Для жителей это не только место работы, но и семейное дело. На Заре сложились целые династии. Директор по развитию завода говорит, что его дедушка и бабушка рассказывали, как рождалось предприятие. А пик расцвета пришелся на 2010 год. Сейчас это для нас как бы градообразующие или бюджетообразующие производства. Горнодобывающее, металлургическое. Это, скажем, 75% мы торгуем по экспорту. На экспорт продукции она в Европе, в Америке. Военные действия на востоке Украины коснулись и Рубежного. В 2014 году завод остановился в целях безопасности для жителей города в связи с производством взрывчатки. Но простой был недолгим. Через месяц цеха снова запустили. И до сих пор предприятие является градообразующим и одним из крупнейших налогоплательщиков. При этом Заря взяла на себя и социальные обязательства. Мы финансируем на сегодняшний день парк микрорайона Южный. Мы финансируем рекреационную зону Заря на озере Песочное. Мы финансируем детско-юношескую спортивную школу Заря. Это более 300 занимающихся детей. На сегодняшний день мы финансируем уже несколько лет подряд детско-оздоровительный лагерь. В Кремену и в этом году отдохнет более тысячи человек. Это предприятие социально ориентировано, социально ответственно. И это очень важно, особенно в нашем здешнем регионе, поскольку люди действительно находятся в тяжелом положении. И надо их поддержать. И морально, и материально. И завод с этой задачей справляется. Этому заводу сам Юрий Бойко дал 18 лет. Прошел путь от мастера до директора. И сегодня главная задача политиков, говорит лидер оппозиции, обеспечить безопасность и сотрудникам предприятия. Соти же поздравили. В условии для этого выполнение минских договоренностей. Это путь только мирный. Это путь проведения возврата территории людей. Это путь дорожной карты принятия законов с нашей стороны, политических законов по особому статусу, пусть на какой-то период. Пусть это будет не навсегда, а на период восстановления инфраструктуры. На той стороне в первую очередь. То есть это введение миротворцев на линию разграничения, чтобы прекратились обстрелы, безопасность, дальше политическое урегулирование. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности телеканал Интер.